Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Михаил Корпеев был почетным гражданином Харькова и последним героем Советского Союза, проживающим в этом городе. В понедельник, 7 июня, скончался генерал-майор авиации Михаил Корпеев. Он умер в Харькове на 99-м году жизни. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Интерфакс Украина. Михаил Корпеев был почетным гражданином Харькова и последним героем Советского Союза, проживающим в этом городе. Будущий герой родился в деревушке Якимово-Чувашского автономного округа. В 1940 году он окончил 10 классов школы номер 4 и аэроклуб в Чебоксарах. В октябре того же года его призвали на службу в РККА. В августе 1941 года ускоренным курсом он окончил Свердловскую военную авиационную школу пилотов и отправился на фронт. Он совершил более 300 боевых вылетов, из них 100 на самолетах Ил-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 на разведку и 110 для связи с партизанами. Он участвовал в освобождении Харькова. В неполных 23 года получил звание Героя Советского Союза. После войны Корпеев преподавал в Качинском авиационном училище, Ворошилово-Градском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков. Позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе. Михаил Корпеев также был награжден орденом Ленина, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красного знамени, двумя орденами Отечественной войны, первой степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом за службу Отечеству в Вооруженных силах и почти 30 медалями. Ранее в возрасте 41 года скончался украинский актер Сергей Шадрин. Мужчина играл в полнометражных фильмах и сериалах, также он являлся обладателем черного пояса «Один дан», «Панкратион карате». О смерти актера в четверг, 3 июня, рассказал его коллега, актер Олег Шульга на своей странице в Facebook. Вчера после операции скончался актер Сергей Шадрин, завтра прощание в Жашкове, мы уже никогда не увидимся, написал Шульга. Сергей Шадрин родился в Харьковской области, родители его родом из Жашково-Черкасской области. Детство и юность он провел в Жашкове, поэтому считал его родным городом. Сергей занимался карате с 10 лет, позже начал заниматься в детско-юношеском клубе физической подготовки. После окончания школы он поступил в вуз. Он сменил много профессий и служил в армии. Вскоре переехал в Киев. Сниматься в кино он начал с 2013 года. Сергей Шадрин работал с такими режиссерами, как Заза Буадзе, позывной Бандерас, Тарас Ткаченко, Черный ворон. Он также снялся в фильме Максим Аса, режиссера Мирослава Млатика. Сериал «Доброволец о воинах АТО» режиссировал Ахтем Сиидблаев. Польский проект «Ватага» снимали Кася Адамик и Ольга Чадос. Ранее в Киеве умер украинский актер Валерий Шептикита, прославившийся ролью в фильме «Папик». Артист скончался после заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба молодого театра. Отмечается, что Валерий долго болел COVID-19, он проживал один и в какое-то время перестал выходить на работу. Друзья актера застали его дома в тяжелом состоянии и госпитализировали в больницу. Он был в реанимации, затем его состояние несколько улучшилось, но после резкого ухудшения Шептикита умер.